Теперь надо заправить чучу икру, так как это делают в Астрахани. Для этого нам понадобится сама икра, лук, который мы с вами нарезали очень мелко. Мы не будем добавлять сразу весь лук, будем добавлять его постепенно и может быть мы такое количество не добавим, которое мы порезали. Перемешиваем. Я думаю, что вот этого количества скорее всего будет достаточно, но может быть мы добавим еще чуть-чуть. Добавляем еще чуть-чуть соли и добавляем ароматное масло, не рафинированное. И теперь все это очень тщательно перемешиваем именно вилкой для того, чтобы хорошо взбить икру, чтобы насытить ее воздухом, перемешать с маслом. Вы даже увидите, что она немножко увеличится в объеме, станет такая воздушная, более светлого цвета. На глазах это происходит. Когда у нас все равномерно смешалось, мы приступаем к сервировке. Вот такое получилось блюдо. Икра щучья по-астрахански с картофельными драниками. Давайте попробуем и поймем, действительно она так хороша. Возьмем половинку драника. Ложкой положим у него щучью икру. Видите, она такая стала воздушная. Получилось очень вкусно. Я уверен, что если дома вы попробуете сделать такое блюдо, вы ни одной минуты не разочаруетесь, потому что это действительно прекрасно. И воздушная щучья икра. Лук дал ей небольшую остроту. Мы добавили чуть-чуть соли. Мы пожарили хрустящие картофельные драники. Все это вместе в сочетании. Ну, на мой взгляд, просто восхитительно. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok